Комфорт губит способность действовать Писал английский прозаик и драматург Джон Глсуорси Я же наоборот расскажу вам, как действовать, чтобы жить в комфорте С вами Ольга Пырочкина и сегодня в выпуске С жителей инициатива, с чиновников реализация Что делает, чтобы именно в вашем дворе появились новые тротуары, качели и клумбы Взамен износившихся Как реконструкция биологических участных сооружений отражается на экологии региона Новоселье к осени, куда будут переселять жители Чебоксара за аварийного жилья Хотите в своем дворе новые карусели, качели, скамейки или тротуар Или, может быть, давно мечтаете облагородить сквер недалеко от дома Тогда следующий сюжет для вас В темном-темном лесу темные-темные дорожки Это не страшилка, а реальность для многих жителей Новоюжного района Которым приходится ходить на работу и обратно через дубовую рощу Освещение здесь не работает уже много лет И в темное время суток ходить здесь небезопасно Днем же роща пользуется популярностью у родителей с маленькими детьми На полянке есть детская площадка с турниками, песочницей и качелями Однако и они не в лучшей форме Жительница одного из близлежащих домов Анна Васильевна Давно хотела видеть на этом месте ухоженный парк И когда узнала про программу формирования комфортной городской среды Решила, что это шанс преобразить любимую рощу Приоритетный проект формирования комфортной городской среды Рассчитан на 2017-2022 годы Он предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству Как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств В отборе объектов для благоустройства и создания объектов Участвуют жители Средства на реализацию проектов благоустройства выделяются из бюджетов трех уровней Федерального, областного и городского В связи с принятием такой программы городской, очень удобной, очень нужной У людей появилась надежда, что наконец-то мы услышаны Наконец-то благоустройство придет в наш парк И здесь будет устроена очень комфортная среда для отдыха всей семьей Что бы вы хотели, чтобы здесь появилось? Что за благоустройство? Прежде всего, конечно, здесь необходимо восстановить нормальные пешеходные дороги Сделать велотрассу, потому что у нас рядом есть велошкола имени Ярды Они здесь часто катаются, дети в этой роще Есть у нас любители скандинавской ходьбы Даже при нашем ТОТе организована такая группа приверженцев здорового образа жизни Тут у нас скейт-парк предусмотрен Специальные места будут отведены для выгула собак Потом тренажеры спортивные будут Все перечисленные изменения – это коллективное решение неравнодушных жителей близлежащих домов, которые они приняли на собрание Там же составили протокол с большинством голосов за включение территории рощи в программу Заявку отнесли в районную администрацию, в данном случае Ленинского района Сейчас уже готов проект Если все пойдет по плану, ухоженный парк вместо темного леса жители увидят уже в 2018 году А вот двор по проспекту Яковлева, который также по инициативе нашей героини попал в программу Преобразится уже к октябрю этого года Здесь отремонтируют подъездные пути, расширят парковку, переоборудуют детскую площадку Чтобы и ваш двор или сквер около дома попал в программу, необходимо следующее Организовать собрание жильцов и собрать не менее чем две трети подписей Грамотно оформить заявку Отнести ее в районную городскую администрацию, где ее рассмотрит специальная комиссия После одобрения специалисты передадут заявку в проектную организацию Когда проект будет готов, его обязательно обсудят с жителями После учета всех пожеланий и замечаний, исходя из возможностей финансирования, адрес включат в программу на тот или иной год Затем останется только определить подрядчика и провести работы Весь этот путь в Ленинском районе уже проделали жители 50 дворов Для нескольких готовых проектах их отремонтируют в этом году В 2017 году на территории Ленинского района предусмотрено благоустройство шести дворовых территорий С охватом 35 многоквартирных домов, в которых проживает 8600 горожан Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 41 млн 566 тысяч рублей В этот стоимость входят такие виды работ по благоустройству Как капитальный ремонт асфальтного покрытия внутриквартальных проездов Ремонт и строительство пешеходных тротуаров Строительство и модернизация наружного уличного освещения Установка новых урн и скамеек Установка новых детских площадок Ну и конечно же строительство новых парковочных мест Если речь идет о дворовой территории, от жителей требуется не только инициатива, но и соучастие Финансовое, от 3 до 10% от общей суммы, в среднем 150 рублей с квартиры Либо трудовое, посадить цветы, побелить бордюры Сейчас активнее всего жители Чебоксара Однако в 2017 году в проекте в Чувашии участвуют 9 муниципалитетов Специалисты призывают не прозевать момент Для Чувашской республики участие в приоритетном проекте означает Что на вечный период в республику будут направлены значительные федеральные средства На комплексное благоустройство территории В настоящее время в рамках программы на 2017 год на территории Чувашской республики Благоустроится 71 дворовая территория и 14 общественных пространств Ну и также 4 места массы отдыха Здесь речь идет о парках Что ж, данный проект, пожалуй, лучшая иллюстрация того, что комфорт нашей жизни во многом зависит от нас самих Обновление сейчас идет и на другом, не менее важном для комфортной жизни объекте Биологических и честных сооружениях, куда приходят канализационные стоки Чебоксара-Новочебоксарска Там строят новые сооружения взамен устаревших Как продвигаются работы и как новшества скажутся на экологии региона Об этом в репортаже Полвека столько в этом году исполняется от так называемой первой очереди на биологических и честных сооружениях Это комплекс конструкций, через которые проходят канализационные стоки во время очистки перед сбросом Волгу За 50 лет сооружения устарели и износились Сейчас на замену первой строят третью очередь И это не просто обновление конструкций В технологической цепочке появятся новые звенья, что сделает забросы в Волгу еще чище Здесь существует в третьей очереди набор таких сооружений, как локальная очистка Это вывод фосфатов, чего раньше не было на первой очереди Также здесь сооружения нитридоинтрификации, которых также не было на первой очереди Фосфаты и соединение азота, так называемые биогенные элементы, они как раз и приводят к цветению Волги в летний период Основные сооружения из бетона уже построены, подземные коммуникации проложены Сейчас на БОС готовят документы для аукциона по выбору генподрядчика для завершения работ Это монтаж оборудования, пусконаладочные работы, благоустройство Полностью заработать с третьей очереди честных должна к 2021 году Этой осенью жизнь станет комфортнее для десятков чебоксарских семей, которые сейчас живут в аварийных домах Они должны справить новоселье Куда будут переселять людей, посмотрел вице-премьер Чуваш Иван Моторин Подробнее в сюжете Дом для переселенцев из аварийного жилья в Чебоксарах по улице Богдана Хмельницкого В марте застройщик заключил с городом договор генподряда К первому июня возвел пять этажей, а к середине июля закончил все девять За каждым рядом кирпичной кладки следила чебоксарская администрация Просчитали минимальный объем суточный и контролировали каждый день подрядчиков Они показали пример и остальные тоже подрядчики потянулись Теперь дело за отделкой, подключением к коммуникациям, благоустройствам По планам жильцы смогут заехать сюда в сентябре Чуть позднее должны справить новоселье будущие жители дома по улице Парижская коммуна Здесь сложный рельеф и геологические условия, объясняют специалисты Однако даже учитывая эти моменты, строители идут на рекорд Наша съемочная группа была здесь в конце мая Тогда возводили только первый этаж Наружные сети начали делать, канализацию уже 70% проложили Соединение сделали Всего в Чебоксарах по программе переселения граждан из аварийного жилья строится пять домов Помимо предыдущих позиций по улицам Ленинского, Комсомола, Магнитского, Соленом После объезда премьер-министр республики Иван Моторин признался Приятно удивлен, думал ситуация будет сложнее Многие контракты были отторгованы по весне Соответственно, сроки ввода от 4 до 6 месяцев, чтобы выполнить программу Естественно, работа должна была вестись в напряженном графике Сегодня вот я посетив три объекта Я вижу, что готовность довольно высокая Везде уже есть коробки, ведутся отделки внутренние Впрочем, расслабляться пока рано Отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков Предстоит еще решить вопрос с коммуникациями Небольшие вопросы остаются за подключением к сети теплоснабжения Здесь мы вынуждены были объявлять отдельные конкурсные процедуры Сейчас определится, в ближайшее время определится подрядчик И будет строить эти сети Но мы планируем также в сентябре строительство сети завершить и вселить жильцов Если все пойдет по плану, то после сдачи этих объектов Город закроет четвертый этап программы по переселению Что касается республики, то ряд районов уже выполнили свои обязательства по ней В остальных контракты заключены, идет работа Проблем возникнуть не должно Считают специалисты Это была программа «Вектор комфорта» До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова